Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ» в эфирной студии Роман Шахов и Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем. Желаем прекраснейшего музыкального вечера и с радостью сообщаем сегодняшний концертный зал имени Вабана, друзья! Спасибо! Привет! Владимир Селиванов, актер, музыкант, певец Давов. Я бы хотел просто представить моего друга. Концерт не только мой, Вавана, и Женя Невелл. У него сегодня день рождения. Женя, мы тебя поздравляем! Спасибо, спасибо, спасибо. Женя, ты станешь большим музыкантом сегодня день рождения у Маршала. Конечно, да, да, да. Все очень симпатично. Таким же высоким, но не в смысле роста, не только в смысле роста. Музыкальных достижений. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, и в смысле, конечно, огромнейшей аудитории, которая полюбит тебя еще больше. Да, вы когда пригласили нас на эфир, я говорю, Женя, пойдем, так у меня же день рождения. Говорю, так это же самое лучшее отмечание день рождения. Мне кажется, тоже, да, Женя? На всю страну, считай, просто. Ну, такого дня рождения у меня не было еще даже. Отлично! А у нас, надо сказать, еще у вас не было в эфире, причем как Ваван, то у нашем эфире есть, представлен, в клипах, но вот лично присутствует впервые. Очень рада, спасибо. Ой, очень тоже приятно. Тем более вышла новая абсолютно работа, потрясающий клип, который в нашем эфире «Вредная привычка», и мы, кстати, посмотрим и попросим тебя подробнейшим образом рассказать и писать, как ты докатился до такой жизни в хорошем смысле. Да, этих вредных привычек. И ведь, Саша, выявляет вредные привычки у всего населения страны. Это так, да. А сам, между прочим, не имеет их вообще. Так же это, Вав? Курить не куришь, пить не пьешь, матом не ругаешься. Ну, можно так сказать, да, иногда, иногда. Только по работе. Если в сценарии прописано... Нет, был просто такой период, когда я действительно не пил алкоголь совсем, но этот период закончился, а статьи в интернете остались, поэтому до сих пор меня причисляют к лику святых. Да, Вав, но судя по всему, что вот с этой самой минуты статьи этим поменяются на другие. Сорвался и так далее и тому подобное. Журналисты сейчас сидят у телевизоров, смотрят «Страной ФМ» и записывают. Вав, что сегодня будет за программа музыкальная представлена тобой? Ну, вообще, это просто наши песни из всех периодов жизни. А что-то из классики, да? То есть будет классика, будет что-то новое. Обязательно классика будет. Если мы касаемся заставок нашего сериала, то мы все, конечно, продемонстрируем. И что-то новенькое, конечно. Но я думаю, что нужно начать с классики. Я думаю, что да, и давайте прям сразу и начнем. Реально, начнем. Ну вот что, ребят, посвящаю эту песню всем колянам нашей большой страны. Ах, ну да. Поехали. Поехали. Так. Я один, ничего не слышу. Не, ждем, 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 да. Что-то происходит, ждем. Колян знает тропинки волшебных полян. Колян на шее кулончик, линь-ян. Колян обнуляет нули, нулям. Колян замечен на рисунках инопланетян. Коля колледжу, коллоквиум, колледж. Колян высечена даже на стонхендж. Коля колонна, тонна, ум, колесница. Колю в каждый дом, пусть это будет традиция. Николу украли разработчики Кока-Кола. Никола новая форма глагола. Никола чисто русско-тайская школа. Николаша и мы ваша гиряная. Николай, я вас умоляю. Ну скажите же, кто-нибудь Николя. Николя на бис, вуаля. Коля лучший комедийный рулям. Колян, контрконкурентен, тополям. Колян разработан в ЦРУ по дням. Колян, золото есть ли чё-то там по медалям. Колян, дружище, рыбе и мотылям Колян, дам и сям, визиты королям Колян, ромбик, треугольник и по кругу лям Колян, намбулам по всем статьям Колян, 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 Колян В стране Коляна дефицит Колян все снится Колян сбок, новая столица Колян, Коляни, Кенни, Пелемени, Коля Колян самый офигенный за всю историю Калилео, Калилей День Киляна, it's the first day Колизео, Колизей, наконец кол Колян, пенальти, удар, го! Спасибо! Респектуют Коляну, Вован Давайте мы ее так допивать не будем Я хотел как раз там Спасибо Хотел как раз Можно выключить музыку Спасибо Я хотел как раз просто ее так вот коротко спеть Догола Чтобы пожелать нашей стране В грядущем чемпионате Побольше голов, побед Кто у нас из футболистов Знаменитых Николай Это например Только Цискоридзе Ты знаешь Наверное есть Наверное есть Ну в общем-то они тоже могут играть Спортсменов знаю только Николай Валуев Вот могу так сказать Конечно Но он не совсем футболист Слушайте, но если его на ворота поставим Мне кажется, куда бы ни пнули Все равно он как бы прикроет Ну да Друзья, Вован Программа «Концертный зал» Вов, дорогой Восемь лет ты уже являешься как бы пацаном Давно в общем-то Медийным пацаном Наверное так будет правильно сказать Да, наверное даже снимаем 9 А вот 8 Ну как бы Для людей Да А 8 для людей 200 серий снимаешь Тебе вообще повезло Ты даже теперь пожизненно будешь пацан Кто-то будет уже мужчина Простите Или 11 Эй пацаны Вован Ну вот кто-то говорит Этот заложник образа называется А ты говоришь повезло Да, я вижу, что повезло Ну я думаю, да, конечно Сколько из этого Ну не пытаться от этого избавиться От этого и не нужно избавляться Просто это нужно как бы приумножать И где-то даже удивлять Нашего зрителя и слушателя То есть Вроде бы Пацаном же вообще неплохо быть Да, в образе пацана оставаться Раскрой нам, пожалуйста, секрет Раскрой, пожалуйста, секрет Это будет история бесконечна Скорее всего, да? Реальных пацанов? Да, да, да Реальные пацаны будут стареть Здесь на самом деле Потом седина в бороду Бес в ребро и так далее Потом реальные пенсионеры Реальные мужички Все очень Заценились реальные мужички Вся эта романтическая Как бы история наша Но она, конечно, напрямую Зависит от сухих цифр И рейтингов Конечно, конечно Вот И в данный момент Рейтинги у реальных пацанов Очень высокие Реальные рейтинги, да До сих пор В интересах телеканала Снимать этот сериал Мы его снимаем Мы к нему подходим С максимальным вдохновением Нет такого, что Ой, как это Не подустали Даже самые великие проекты Бывают такие моменты Что все А, куда-то не туда Какая-то потерянность Не-не-не Я жду, правда Вот мы в июле Опять приступаем к съемкам Я прям жду Серьезно И Единственное, что это Встало на поток И, возможно, кто-то Из зрителей уже подустал От сериала Кто-то говорит Уже не то А кто-то, наоборот, Еще присоединяется Кто-то вообще Кто-то же растет на вас Формируется, понимаешь Взрослеет, влюбляется И все время подбегают Еще опять новые Четырехлетние люди Которые Им Лет меньше, чем сериал А они говорят Да, автограф Или сфотографируемся Слушай, это прекрасный Очень успешный проект Останьте только порадоваться Через год, получается Мы увидим Новую партию серии Примерно через год Возможно осень Скажи У тебя там Что-то будет меняться? Ну хотя бы намекни Да Вот как будет развиваться Персонаж Или ты еще не знаешь Ну этот персонаж Развивается вообще Отдельно от меня Отдельно Ну конечно Конечно В сценарии как там Я имею ввиду Что я не знаю А, вот Правда, да Фантазии сценаристов Мы увидим У нас пока не было читок Да Вот они скоро Совсем начнутся И тогда, может быть Снова пригласите меня На эфир Я немножко вам приоткрою Обязательно Обязательно Ну а давай Про твой клип Вредная привычка Потому что как раз Через две минутки Мы его в очередной раз С удовольствием посмотрим Но это уже все-таки Немножко другое творчество Твое Да Это уже такая сольная Красивая История Да Но рассказывай про песню Она же как-то очень тяжело рожалась У тебя рождалась Несколько месяцев Ну да Больше Больше Ну долго Лет восемь Как и пацаны Снимались Это я говорил О стихотворениях Да Я очень долго его писал Ну в отличие там Например Другой моей песни Велосипед На велосипеде За два часа Написалась Вредная привычка Это такой выверенный Долгий Долгий Поэтический Поиск Потом была Аранжировка Одна Другая И потом вот Появился у меня Женя Невел Который Который День рождения Вчера расскажу Который Увидел эту песню Именно вот В таких нотах И даже Припев Он То что у меня Было не припевом Он взял припевом И это Сработало Очень классно А тот припев Который у меня старый Был Мы его сделали Типа в конце Бриджем Это называется Мостик Такой бридж А вы с Женей Давно сотрудничаете? Наверное Года три Года три Жень Тебе приходится часто Вот так вот Вмешиваться В творчество Вавана? Постоянно Постоянно Почему ты говоришь Что это припев Если это куплет Берешь ставишь В начало Наоборот Конечно ставишь Именно так Ну именно так Происходит Раньше это было Деликатнее А сейчас прямо уже Если нет То есть если это не припев Вова это не припев Сейчас мы плотно Готовим Готовим музыкальную Новые Треки Программы? Да Женя вообще родом Из Кирова Он сюда переехал Сейчас Я здесь открыл студию И мы очень много Времени посвящаем этому Я сейчас позиционирую По большей части Как певец А не как актер Понятно Друзья Вот так вот То есть Студия Ты можешь уже писаться Не только сам Но и кого-то приглашать Могу Да Друзья Вы поете? Вы поете? Здесь вы должны сказать 8900 Да Да Вконтакте у Вова есть Я же говорил Визитки надо было взять с собой Ну давайте скорее посмотрим клип «Предная привычка» После чего как раз поговорим про этот клип Ты расскажешь сколько месяцев клип снимали Вов Давай Внимание на экран Вредная привычка Девочка моя Догорает спичка пальцы обжигая Вредная привычка Девочка моя Говорят бросай Я не бросаю На счетах реклама Что вредит здоровью Эта социалка Вся никак не смотрит в корень Где билборды Не влюбляйся Опасно Оценивай трезво Жизнь и так прекрасна И я свой выбор сделал Подсел конкретно Злоупотребляя ей Похудел заметно Глаза суетливые В поисках букета Скачут по полкам Магазин от цветов Сюрдомы на лицо Я так любил свою работу В банке складывал банкноты Себе на счет А сейчас бюджет идет на нет И мне на это наплевать Хочу я исполнять ее капризы Все чего не попросила Принести сюрприз С головой Я пропадаю Мама Без нее теперь нельзя Твержу упрямо Зол и груб Без ее пухлых губ И так печаль Без ее тонкой талии Вредная привычка Девочка моя Догорает спичка Пальцы обжигает Вредная привычка Девочка моя Говорят бросай Я не бросаю Я не бросаю Доктор Это реальный ущерб для здоровья Ничего ведь так не беспокоит Лишь она Жесткая Без фильтра 95 градусов Меня ломает Если между нами пауза Помню В детстве Отец застав за сигареты Заставил выкурить пачку в раз И привет Но даже в туалет Зеленая от никотина Я чувствовал себя лучше Чем сейчас один Она мучает При каждом удобном случае Она радует Волнительно Как будто падает С холодной Сноровкой Выбирает позировку Когда прийти Когда оставить Вовку Не подарок Характер Нереальная стерва Гениально Шатает нервы Что еще одна капля Убьет даже лошадь Но я не лошадь И ее я не брошу Ты моя плохая привычка Занимаешь все мои мысли Отдаю тебе все свое время Но дай ей фейк с ним Ты моя плохая привычка Без тебя я стал бы хорошим Перспективным и эффективным Но тебя я не брошу Вредная привычка Девочка моя Нагорает спичка Пальцы обжигания Вредная привычка Девочка моя Говорят бросай Я не бросаю Вредная привычка Девочка моя Нагорает спичка Пальцы обжигания Вредная привычка, девочка моя Говорят, бросай, я не бросаю Я не бросаю Я не бросаю Я не бросаю Концертный зал Друзья, самый реальный выпуск программы Концертный зал продолжается Сегодня у нас в гостях сам Вован Владимир Сулиманов, сам Вован, да Это какой-то японский гость Сам Вован Мы только что посмотрели с вами Собственной персоной, Вов Клип «Вредная привычка» Клип, который есть в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» Вот одна из самых последних свежих работ артиста Ну, про песню мы уже все услышали Давай теперь про клип, Вов Ну, ты режиссер, наверняка Скажи, пожалуйста Не совсем Кому же ты доверил? Снял мой друг из Перми Денис Курочкин У него есть компания «Инсайт продакшн» И он давно занимается таким видеопродакшн Вот И я знал, что именно он как раз справится с тем Чтобы сделать красоту, найти в деталях, так скажем Ну, и сценарий, соответственно, тоже его И сценарий Ну, мы с ним долго сидели, обсуждали И вот он придумал эту идею, когда на девушку мою, на мою возлюбленную Влияет вот эта социальная жизнь Обертки, всякие там развлечения Шелуха Да, всякая шелуха Красивая жизнь Не замечает главного Ну, девушка-то, это героиня, которая играет твоего возлюбленного Надо сказать Вдруг есть еще те, которые не смотрели проект «Холостяк» Они должны теперь сказать Ух ты, ух ты Заинтересоваться и посмотреть Вы знаете, ну, это получилось на самом деле Случайно Мне Ты кастинг организовал Я искал героиню И как раз кастинг-директорам просто в свою просьбу скидывал Кто может кем помочь И вот как раз кастинг-директор у нас на «Пацанах» Она мне прислала Дашу фотографию Я понял, что это сразу же попадание Ну, внешне Я даже ее не видел Я не знал, что она участвует вообще в этом проект А тебя, в общем, подсунули просто Она, оказывается, участвовала, оказывается, в предыдущем «Холостяке» Да, была Еще я там как-то, короче, ушла с этого проекта В общем, много хайпа вокруг этой персоны Я не знал Мне она просто типажом очень подошла Ну, и в итоге на площадке все было в порядке Или ты уже понял, что там звезда огромной величины с тобой Нет, она тогда ведь еще как раз не победила в этом последнем сезоне И до этого сезона даже еще и не было То есть на время съемок Короны ты не заметил, в общем Короны я не заметил, да Нет, на самом деле она с большим уважением относится к сериалу Сказала, что я на нем выросла И с удовольствием согласилась Согласилась сыграть И вот в этот момент она победила как раз всех конкуренток, я думаю А конкурентации даже не было Просто это сразу же была, в принципе, она у меня Я хочу, конечно, спросить А почему же ты Викторию не снял в свою супругу замечательную? Ну, красавица же Ну, все впереди Все впереди Все впереди, отлично Замечательно Это не для нее роль, пожалуйста Ты уже нам признался откровенно, что на сегодняшний день Ты себя даже больше чувствуешь все-таки артистом, певцом, нежели чем актером Ну, расскажи тогда про свою публику, аудиторию, которая ходит на твои выступления Это все-таки поклонники твоего телевизионного образа Или это уже реальные такие фанаты песен? Вавана Мне кажется, что пока это все-таки идет больше от телека Да И аудитория не та вот прям молодежь-молодежь, которая сейчас там слушает всяких модных рэп-артистов Таких ультрамодных Вот, это все-таки больше, наверное, моего возраста, 25-30 лет Может быть, чуть помоложе есть Я вот могу тебе признаться в такой вещь Я вообще не могла никак соединить, но я не очень смотрела там в свое время Я не росла на сериале «Реальные пацаны» Ну, в общем, я хочу сказать, что я как раз, наверное, тот редкий случай, когда я о тебе как артисте, прежде всего, узнала И заметила тебя, и ты мне очень понравился, и стала симпатичной Песня «Отсюда уедена на велосипеде», но она потрясающе атмосферная И поднимает настроение невероятное Куча я сейчас для тебя ее спою Очень И заодно послушает еще вся страна Правда, правда, правда Попробуем? Да Поехали Давай Мы отсюда уедем на велосипеде Мы отсюда умчим, куда захотим Паль, мы море и люди Нас приветливо встретят И заметят, что мы офигительные Нам с тобой на двоих пакетик чая Нам с тобой бабла никто не занимает Нас с тобой отовсюду выгоняет Мы с тобой на все дружно забиваем Мы с тобой дров немало наломали Есть зато, чем согреться в этом поле Нам с тобой посидеть под темным небом Нам с тобой пополам буханку хлеба Мы отсюда уедем на велосипеде Мы отсюда умчим, куда захотим Паль, мы море и люди Нас приветливо встретят И заметят, что мы офигительные Мы офигительные Вы Хорошо Жить под ясным солнышком На небе Смотреть в пустое донышко Мы с тобой Столько вы не видели Например Как велик у нас тыбзили Ла-ла-ла-ла-ла Мы отсюда уедем на велосипеде Мы отсюда умчим, куда захотим Паль, мы море и люди Нас приветливо встретим И заметят, что мы... Мы отсюда уедем На велосипеде мы Отсюда учим, куда захотим Паль, мы море и люди Нас приветливо встретим Где не надо квартир и машин Мы Мы Офигительные Вы На велосипеде Концертный зал Программа концертный зал Продолжается, друзья Бабан сегодня на студии На велосипеде Вов что-то говорил Повтори, пожалуйста Я говорю, это здорово Когда у всех в концертном зале Есть наушники И все слова разборчивые Конечно, все слова разборчивые И спасибо тебе за эту песню Сейчас, я думаю, многие Даже кто еще не успел это сделать Полезли за своими велосипедами Или задумались о том, что надо все-таки Все теперь берем И покупаем велосипед И поэтому продолжится история с тем, что Вова все-таки занимается зожем Я хочу еще Вову благодарить Извини, пожалуйста За то, что песня на велосипеде Была изначально приличная Культурная И именно со словом Офигительная Потому что как сейчас модно Обязательно сделать Такую Песню, где нужно запикивать И потом специальную радиоверсию Да, перчоненькое Уже более такое Прилизанное Ну да, да Тут было сразу же с офигительным Но там есть другое матершинное слово Которое мы запикили Это жизнь Скажи, пожалуйста Ты в своей жизни через это проходил Воровали у тебя велосипед Ну, когда-нибудь в детстве Кроссовки Вот на меня вспоминаются кроссовки Да, первый класс Мне мама только купила Они такие были Классные тут какие-то кнопочки Так еще На физре где-нибудь Или где? Переодевалки? Не, вот просто вот Типа вот переодевалки Да, или вот где-то в школе оставил Шкафчики, да И все Это же трагедия, наверное, была Вообще вселенского масштаба Ну да На тот момент, да Вы знаете Ну помните Ну конечно Сейчас мы относимся так К вещам потребительских Что как бы их много в принципе Ну в общем уже где-то Мудрость Сейчас даже одеваться дешевле Чем и кушать в заведениях Вы заметили такой факт? Заметили Заметили, конечно А раньше к вещам относились Ну что, с тех пор Скажи, почему Чему-нибудь тебя этот Научил этот опыт? Что? Не оставлять вещи? Да, например Например, да Если развиваешься То сразу пристегивать Железной цепочкой Какой-то очень толстой Такой К чему-то Да Не знаю Это первый класс Но какие там выводы Для себя делаешь? В школе ты хорошо Получился, Вов? Именно вот хорошо, да Хорошо, да Ударничек такой Знаете Четверочки Там Пара-троек Типа там Русский-французский Химия Вот это самое Что в первую очередь В твоей жизни появилось? Что быстрее? Музыка или юмор? Или КВН? Юмор КВН все-таки? Юмор, знаете, даже Скажи, музыкальный юмор В какой-то момент Это произошло, что Одно заменило другое Я начал анализировать Свою жизнь Я поступил в Институт культуры Как раз-таки Давай скажем, где Это вдруг кто-то не знает В Перми Как раз Под таким впечатлением От КВН Мне очень хотелось Попасть в высшую лигу Я поступил Так все-таки Александр Масляков Твой отец Крестный Определивший судьбу Можно так сказать Мне очень нравился КВН В школе я играл Потом я поступил В Институт культуры На режиссера Там мы создали Свою команду КВН Вот Играли Очень так активно Ты капитаном команды был, да? Я был, да Значит, ты и писал уже тоже Ну, конечно Юмор писал Что-то Что-то где-то Немножко Воровались Что-то писали Это честно В школе точно В школе мы всегда Как раз Ориентировались на то Что на телевизоре Какая команда была у вас Любимая Уральские пельмени Уральские пельмени У меня была Ох, как здорово Я очень любил Уральские пельмени Да много там Питер была Такая стильная команда Ну, так вот, значит, все-таки Сначала было слово Сначала была игра в КВН А уже песня потом появилась А потом я начал Мне очень стало приятно Ну, точнее, хотелось Лирику свою донести до людей И вот тогда я начал заниматься Сначала тем, что Рэп писать Потом там что-то Гитару схватил Начал на ней играть Ну, и так вот Больше, наверное, 10 лет уже Это в итоге Музыкальное творчество Заменило все Вот Ну, в плане хобби Но в плане профессии Как-то в большей части Конечно, на юморе А помнишь свой первый концерт Своего первого выступления Именно как артиста Как рэп-исполнителя Ох Это было в сауне Зато, честно Вот от шоу-бизнеса Не-не-не Он просто в караоке там пел Не-не-не Я просто объясню Мы просто с друзьями Да не надо, Мова Да, это сейчас Да, надо придумывать Мы с друзьями Сидели в сауне Я к тому, что Откуда это все начиналось И мы тогда с другом У нас был диск всегда с собой Мы всегда хотели Кому-нибудь, друзьям Или кому угодно Где угодно Начинали выступление Мы встали в бумбокс какой-то И начали читать Это я просто Яркое такое Воспоминание у меня было Осталось Ну, а вот Если говорить все-таки В одежде, не в полотенце В одежде Ну, очень Большое впечатление Производят такие концерты Три раза выступал На хип-хоп Майдэй Это вот здесь В Лужниках На стадионе Когда просто на тебя смотрят 20 тысяч человек И того 40 тысяч глаз Просто Конечно Это очень сильно бодрит И вдохновляет На дальнейшее Написание новых работ И он в который раз Не пожалел Что не стал инженером Да Вы многое знаете Да, мы много знаем У нас есть институт Поиска информации Об артистах Ну да Я учился В школе На физико-математический Как бы уклон Готовился Но потом В последний момент Решил пойти По зову сердца Так скажем Вов, что у нас будет дальше Из лирического Из твоего собственного Ой, давайте дальше Такую песню тоже Веселенькую споем Называется она Подойди поближе Там девочка будет на припеве Вот Она у нас записана Не переживайте Девочка Сейчас из кармана достану Девочка за дверью Дюймовочка Дюймовочка поет Вот такой микрофон Я до встречи с тобой Жил довольно спокойно Но друзья затащили В этот клуб и стоя Среди этой мишуры Вижу ты Я лишился мыслей речи Все работы головы И с тех пор ищу я встречи Выходные каждый вечер Собираюсь в этом клубе И не факт, что ты там будешь Третий месяц хожу На тебя гляжу Познакомиться Молода не нахожу Позойди поближе И тебя я не обижу Подойди поближе Подойди поближе Подойди поближе Надо как-то ее поразить, но что сказать, кем бытки Начал одеваться немного помотней, но в этой толпе не выгляжу видней Может крутую таду набить или на курсе пикапа сходить Сильно запала в трещинке, сердце мечтание под ним греется Что выражает ее взгляд, я не пойму, когда вдруг смотрит на меня, глаза перевожу Дай мне, дай мне, дай мне знак Дай мне, дай мне, дай мне знак Мой знак, айсбек, разгляди вершину Мой знак, лишь взгляд едва уловимый Действуй, действуй, действуй В этот долбанный клубешник я бы нафиг не ходил Я бессонными ночами состояние просадил На танцполе круче всех, я чеканил для тебя Танцовщицы с завистью косо смотрят на меня Это славно дискотека, мне сегодня четверть века Я набился как попало, вынесли меня из зала Но на следующей неделе будет шанс достигнуть цели Лишь об этом размышляя, вертолетом улетаю Подойди поближе и тебя не отбежу Подойди! Подойди же! Подойди! Эй! 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 Браво! Программа-концертный зал, Вован, друзья! Фантастическая песня. Удобный стул, прямо на нем прыгать, да? Вы видели, я тоже впервые сделала пару поворот. Я думаю, что нам нужно разучить, Роб, с тобой, каких-то пару поворотов. Можно вас синхрончик какой-нибудь... Ты себя на коне почувствовал, да? Это же Есаул Олега Газманова практически. Более современный, да? Слушайте, ну, я думаю, что группа Чингисхан нам тоже сейчас на сайте лайк поставила. Респектанули, да. Прекрасная песня. Девочки, спасибо, записаны. И спасибо Жене за вот эту партию на гитаре. Кто, кстати, музыку написал? О, вы знаете, это было два этапа. Да, ну-ка. Еще я был незнаком с Женей, вот была написана такая рыба. Потом появился Женя, и он ее очень классно доработал. И вот это вот... Это целиком его находка. Давай скажем, что был оригинал, а я как бы сделал ремикс. Да, и мы сейчас играем ремикс. И ремикс получился гораздо интересней. Допилил песню. Допилил. Клипа нет на эту песню? Есть. Да что вы, где? Есть, есть. Давно? Ну, прекратите. Немедленно пришли нам обязательно. Это самый первый клип, который вообще ясный. А, ну, это было давно. Какой год? 2014, наверное, или 15. Очень давно. Это вообще даже не вспомнится. Да, там как раз оригинальная версия идет. А еще есть ремикс с клипом тоже. А есть версия Ясаул. Давайте так. Ясаул что-то бросил. Что-то бросил ко мне. Вов, ну, по идее, тебе ведь, наверное, как никому должно быть очень просто. Написал песню, и тут же есть все ресурсы снять клип. Друзья, позвонил, дын-дын-дын, аппаратуру тоже, мне кажется, несложно. Бывает, бывает. Но все равно это стоит денег в любом случае. И даже тебе? Конечно. И даже по дружбе не прокатывает? Ну, не прокатывает, правда. Ну, не все далеко, да? Просто, когда ты придумываешь клип, тебе же нужно, вот здесь ты съемку в апартаментах задумал, здесь, значит, надо туда зайти, тут надо реквизит купить, тут на такси потратить. То есть все равно в копеечку это выливается? Конечно. Но это, в первую очередь, это хлопоты очень большие, правда. Особенно я очень много своих клипов именно, действительно, сам это делал. То есть не то, что там компании дал, но и пришел, снялся. Вот, пожалуй, в последнем было именно так, что я все отдал ребятам и сам кайфовал, ходил, хихикал. Вот, а все предыдущие, я там что-то ковырялся, то мы там в Турцию на три дня уехали отдохнуть и заодно там взяли вместо велосипеда мопед, взяли там тоже девчонку, модель местную нашли, сняли что-то с ними. Получилось не очень, но все равно вы бы стилы такие вот разные. Ну, время привели весело по всему, да. Почти сам себе режиссер, да? Да, почти сам себе режиссер. Вот, хочется, конечно, да, чтобы каждый занимался своим делом. Ну, это правильно, да. Этим летом каким делом будешь заниматься? Вот, мы в июле приступаем к новому сезону. То есть у тебя музыка отходит на второй план? Все, реальные пацаны тебя опять забирают. Вот не думаю, что прямо она дойдет на второй план, тем более сейчас Женя живет в Москве, поэтому буду работать в две смены. Женя, ты откуда? Город Киров. Город Киров. Теперь ты перебрался, теперь ты все. Буду работать в две смены, значит, с утра до девяти вечера. Ты реальный пацан, а потом ты Вован. Ну, как это так? Многое не поменялось, одна буковка. Кстати, да, поэтому и название я своему проекту такое придумал, Вован. Сколько бы я ни пытался от образа уйти, я как бы решил не уходить, только букву поменять. Да, да. Но ты же признавался еще в своих интервью, что ты все-таки мечтаешь снять полный метр. Ой. Давно было, да? Ну, уже все. Старая информация. Я, конечно, я бы с удовольствием на это бы пошел. Просто нужно делать на что-то акценты. Я не Леонардо да Винчи понял я в какой-то момент. Недавно, наверное. Сейчас все, что касается идей в плане сценариев и фильмов, конечно, я бы с удовольствием над этим поработал. Но сейчас акцент я не на этом держу. У меня вот музло. Музло. Да. С другой стороны, Саш, у Вова уже 200 серий, это 200 фильмов. Да. Фильмография хорошая. Подожди, подожди, подожди. Но это же не он выступает там главным режиссером. Это другая история. Он же говорил о том, что он сам должен стать режиссером, сняться. Хочется, конечно. Но это скорее амбиции какие-то. Давай немножко пофантазируем. Давай. Давай. Время же летит быстро. Вдруг у тебя все... Что это будет за фильм? Я бы... Что это будет за фильм? Мне кажется, автобиографически. О, комедия, драма. Как зарождалась легенда. Правована. У меня есть, во-первых, мистическая одна история. Юмористическая, мистическая. Я ее как бы не могу рассказать, и она пока не прописана. Иначе украдут быстро, конечно, идея. Да, да, да. Потому что она вот именно в идее. И одна есть вот такая история, которую сейчас стали уже воплощать, но я ее немножко по-другому придумал. Ну то есть мы привыкли все к супергероям, типа там Человек-паук. Очень привыкли. Железный человек. Железный человек. Бэтмен, Супермен. Вот. А хочется актуализировать наших русских богатырей. Ну уже был фильм «Последний богатырь» вот не так давно. Не смотрел я его, к сожалению. Посмотри, да. А может и не надо смотреть? Он сделает по-другому. Да, мне хочется это сделать по-другому, чтобы они попали, эти богатыри, в наше настоящее. И здесь наворочили, навели порядок. Кто их должен сыграть? Ну так, прям сходу, не раздумывая. Конечно, Колян, Антоха и Ваванг тоже. Ну, кстати, да. Я соглашусь. Да, не надо далеко ходить. А самое главное, вот эти качества, к которым привыкли дети, на которых равняются, ну то есть вот эти способности супергероев. Вот чтобы придумать этим богатырям тоже такие свои способности. То есть Добрый Никитич, он, наверное, там… Ну скажи, это с появлением дочки в твоей жизни тебе захотелось показать настоящих богатырей? Давно, давно. Вы просто сейчас спрашивайте про сюжет. Я вот что-то так вот… Ну, хорошо. Спасибо тебе большое. Мы теперь будем еще больше притягивать энергию из космоса, чтобы это все воплотилось, потому что идея очень хорошая, задумка замечательная. Спасибо. Что мы сейчас послушаем? Так. В шпаргалку заглянем быстренько. Так, давайте мы послушаем сейчас песню, которая является совместной нашей песней с Женей. Мы с ней вообще начинали нашу работу. Песня называется… Это вообще было знакомство наше. Да, песня называется «Падуй в небеса», и Женя спел припев. А как это происходило? На кухне где вы это вместе сочиняли? А я приехал в Киров как-то выступать у них на местной камеди-площадке. Вот, там мы познакомились. Женя был композитором группы «Роднополис» из Кирова, которая такая тоже успешная. Ну, просто я, в общем, оказался на этом выступлении. Да. И мы как-то в гримерке оказались. И вы уже не расставались. Мне всегда нравилась музыка у этой группы, и я как раз Жене предложил, давай сделай мне аранжировку. Вот. Женя потом пропал месяца на три. Он просто обалдел, мне кажется, от предложенных текстов. Он такого не читал, я уверена. А потом… Нет, я просто хотел удивить. Да, я уже забыл даже, что что-то… ну, думаю, значит, не пошло. А потом он звонит, говорит, вот, послушаем. Я послушаю, я говорю, класс, и ты останешься на припеве. Мы теперь хотим послушать уже как раз результат этой работы. Обязательно. К рожающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, слепит луна глаза. К рожающим светом ветром уносит это лето. В этот осенний жаркий денек я вышел написать, сколько выйдет строк. Даже асфальт на солнце сверкает, люди арбузы в пакетах таскают. Пару важных дел по пути – во-первых, поесть, зайти, а во-вторых, все же нужен стих. Из какой части города мне его вынести? Время идет за деньком денек. Этот наш далекий огромный огонек Садится резче, чем три месяца назад. Тени домов дома превосходят. Вижу недовольную мину водителя со свежезамятой дверью. А я счастливый ходитель, чтоб быть в солнечном луче, Переходил дорогу не по зебре. Падаю в небеса, слепит луна глаза. Отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, слепит луна глаза. Отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, падаю в небеса. Солнце садится между домами, меня не цепляют своими лучами. Я лезу на крышу, занять свою нишу. Встречаю закат, где тише и выше. Дождик вышел, прибил пыль каплями листья. Желтые кораблики в руслах ручьев поплыли. Вот и мыслить стал в изобилии. Рифмы пишу в мобиле, как назло. Дождь стал сильный, уже темно. Встал, пошел к выходу на чердак. На склоне мокрой крыши подскользнулся. За кинтенну рукой уцепился, но она обломилась. Я покатился, спиной почувствовал обрыв. Луна плачет, дождик стих. Падаю в небеса, слепит луна глаза. Отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, слепит луна глаза. Отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, слепит луна глаза, отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, слепит луна глаза, отражающим светом ветром уносит это лето. Падаю в небеса, падаю в небеса, падаю в небеса. Но это трагедия с хорошим концом, проломил козырек, упал на балкон, открывается дверь, стоит она, ошеломлена почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем, пообещал починить козырек балкона в воскресенье, и в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел, вот так я свету нашел. Спасибо. А-а-а, припев должен быть дальше. Баба, антрограмма, концертный зал. Ну, у тебя что не песня, то сплошная кинематография. Да, ну тут сюжет есть, да, да. Спасибо, что следила. Ну, а как же, конечно, это слышно сразу, и в отличие от того, что там просто что-то две строчки ни о чем, потом припев, потом ни о чем, потом опять припев. Ну, да, вот как-то так сочинилось, что реально, почему бы не... Кстати, на эту песню тоже есть клип. Да, ну, типа, я часто помню, в то время ходил и сочинял свои стихи, вот просто бродя по городу. И вот такой сюжет... Немножко как Акын, что вижу, то и поюшел, да? Да, 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 вот и тезь, например, вот такое получилось. А как началось стихосложение вообще, во сколько лет? Вот в институте третий курс, третий курс, до этого я вообще не увлекался, не помню. Не помню, но внезапно я помню, что... Короче, я всегда любил вот что-то ля-лякать, в душе петь, вот это вот, ну, по детству это точно мне было свойственно. И, наверное, в студенческое время еще тоже детство, да, в принципе? Ты до сих пор ходишь, мычишь что-то под нос себе. Вот, поэтому все, кто так любят себе мычать под нос, те сразу же стремятся что-то людям в уши мычать постоянно. Ты же наверняка слушаешь много музыки, не знаю, даже в нежелании, но ты можешь где-то ехать, такси находиться где-то, что-то... Нет, не слушаю много музыки, если честно. Ну, немного, хорошо. Слежу немножко за тенденциями, какие-то вещи мне прям нравятся. С профессиональной точки зрения, хорошо, ты изучаешь немножко рынок, скажем так, медиа, и слушаешь текст. Слушаешь текст и слышишь, вот явно, что это как-то можно было написать. Бывает ли это такое? Ты знаешь, я в какой-то момент понял, что это дело жанра просто и формата. Вот некоторые песни они такие какие-то сумасшедшие, не сумасшедшие, как это сказать? С чудинкой. С чудинкой, да. Что другого стихотворения им бы просто не подошло, или бы она не стала такой успешной. Вот как раз поп-музыка — это тот баланс между чем-то, вроде бы нужно сказать о простых вещах, но каким-то новым языком. Как бы то, как об этом уже не говорили. В этом и сложность поп-музыки. То же самое и в самой музыке. Ну, хорошо, у тебя сложности случаются, нет? Да, я все-таки больше сложновато пишу, мне приходится упрощать. Ну, ты сам как называешь свое направление, что R&B, хип-хоп, бестами-рэп? Как? О, я не знаю даже. Ну, это хип-хоп я, как я считаю. Ну, наверное, хип-хоп, да. Ну, вот именно музыкально, по музыкально ориентирую нас, это все-таки кач какой-то, ближе к хип-хопу. Мне нравится просто кач. Есть какая-то музыка, может быть, качевая, может быть, лирическая, которая тебе симпатична, под настроение ее мог бы ты послушать? Конечно, ну, я очень люблю группу пицца, очень люблю. М-м-м, Сереж Брекачков, мы тоже его любим. Да, очень люблю Макса Коржа, например, первый вот его альбом, мне нравится. Баста уважаю. Да, очень много. На самом деле, в русском рэпе за последние десятилетия произошла революция, и группа 2517 – мои хорошие друзья. То есть те, кто делают на совесть и глубокомысленно. Ну, и вот Вован, друзья, тоже уже бивает медленно, но верно, вколачивает золотые буквы в слово Вован в нашу рэп-индустрию. Своё имя вписывает, да, в урок. Да, 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 здорово. Я, главное, вечером приколочу, приду, с утра прихожу, нет, уже будет. Вова, подожди до июля. В июле это все пригодится. Ну, потому что надо делом, делом сколачивать. Давай прямо сейчас. Очередный гвоздик. Да, очередный гвоздик. Слушайте, да, что споем? Значит, давайте споем песню, которая называется «Хулиганка». Хулиганка. Какие струны мне заправить и тебе сыграть, Чтоб твое сердце в форме перца смог завоевать. Как жженый сахар сладковатый, темна как смоль, С темпераментом пирата лайм, текила, соль. Тебя из дружи в мою флягу, пьяный без вина. На щеку мажу я бодягу, нарвалась сама. Тату наши виски бреет и дает пример. Из мужей никто не смеет перейти предел. Эх, жизнь, моя жестянка, Угораздила влюбиться в эту хулиганку. Эх, жизнь, моя жестянка, Я влюбился в хулиганку. Эх, жизнь, моя жестянка, Угораздила влюбиться в эту хулиганку. Эх, жизнь, моя жестянка, Я влюбился, влюбился. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-ла-ла-лай Тебе не нужен гагаппендикс мой, Тос-ты сторон. С тобой опять привел весь вечер рядом, ни причем. Я как подружка сыплю в кружку нам с тобой вискать, И ты мне уши прожужжала, что тебе не жаль. Какое слово заколдованное превратит В принцессу, где походу пьеса та со мной мутит Обворожительно, обрядно, строгая на взлет Но для таких, как я, татуха не влезай, убьет Эх, жизнь, моя жестянка Угораздил влюбиться в эту хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Я влюбился в хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Угораздил влюбиться в эту хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Я влюбился, влюбился Я влюбился Я влюбился Я влюбился Эх, жизнь, моя жестянка Угораздил влюбиться в эту хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Я влюбился в хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Угораздил влюбиться в эту хулиганку Эх, жизнь, моя жестянка Я влюбился, влюбился Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Эх, жизнь, моя жестянка Уэто хулиган Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Баловала меня мама, я все время работал в магазине, продавцом до вечера, я все время ждал ее, когда она мне принесет что-нибудь сладкое, шоколадка или кукурузные палочки или что-то такое. Вот все-таки вот именно Баловин я мамин. Мамочка, конечно. Кто на сегодняшний день у тебя самый первый, скажем так, цензор что ли или оценщик твоей песни? Вот родилась уже строчка, что Женя все-таки или Виктория? А может доченька? Ну, Виктория, наверное, тоже все-таки второй этап, когда мы с Женей все, ну там, более-менее это сделали. Есть что показать. То есть если Женя развернул тебя, то и Виктория не узнает об этой композиции? Ну, бывает и такое, мы друг друга разворачиваем, вы знаете, просто по несколько раз за ним, да. Вот, но ценз, я вообще стараюсь, если вот есть что-то готовое, демки, я правда включаю друзьям и жду мнения. Скажи, в загажниках сейчас сколько демок, чтобы нам предвкушать? Достаточно много, но вот сейчас мы очень долго и плотно работаем над одной песней. Я никогда в жизни так долго не работал над музыкой. То есть это даже побил рекорд вредной привычки? Да, это однозначно побил рекорд вредной привычки. Уж не футболу ли ты посвятил эту песню? Оттого так сложно все. Нет, вы знаете, я как-то не могу и не хочу в актуальность попадать. Была такая только однажды песня. Лучше вечные темы затрагивать. Была однажды такая песня «Под Новый год первый снег» мы выпустили, но это потому, что мне песня просто понравилась. Мы уверены, что нам понравится следующая песня. Что это будет? Говори. Давайте, может быть, пойдем у Си-Пуси. Или мы ее не готовили с вами? Женя? Мы не готовили. Саша, я тоже слова могу напутать. Да, у Си-Пуси. Это как раз о семейной жизни. Ха, послушаем. В этой нежности столько нужностей уткнулась в шею. В кино, на фильме ужасов, а позже в квартире устроила меня психологический триллер в детективном стиле. Ты мой вынос мозга, ты мой космос. Ты моя фигура, такая дура. Импульсивная, нестабильная, такая смелая, умная, сильная. Ты моя солнце, я у тебя один. Раб, боже, твой господин. Пусть и Пусть и Сон, Сон, Сон. Я тебя никому не отдам. Я тебя никому не отдам Малышка, покорми меня, пожалуйста Там твоя вкуснятица вчера осталась Нет, готовит новое, с тобой я дома Смешны до слез твои приколы Сложила руки, надула губы Очень аккуратно, нужно быть с ней грубым Прямо всю бы истребал бы вот из тиска Не знаю, что еще сделать с этой артисткой Мое солнце, я у тебя один Раб, боже, твой господин Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам Ты мой идеал, ты невыносима Так и неукротима Ты моя капризка, декабристка Опять бросила меня, упал низко Закружили голову эти качели Но я верю во все, что ты мне несешь Нас ждет прибавление, никаких убытков Я знаю, все это игра, но не ложь Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам Пуси-пуси, солнцем сам Я тебя никому не отдам 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 Браво Мы всегда рады и очень-очень ждем Все, да? Лирический герой нашего времени Спасибо! 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 До новых встреч! Это было великолепно! Спасибо!